Ещё для ванных мне присылала снежаночка. Вот такие вот шарики, которые я думала, что это печенюшки. Для ванной в данном случае это... Боже, как он пахнет, даже забыла, что... Это ореховый, ореховый макадамия. Это с макадамией, такой ореховый аромат, вот эти, которые пенятся, такие таблеточки. Я принимала в ванную, боже мой, какие они ароматные, какие они, ой, это просто рай. Потому что ванная, это моя территория, я туда никого не допускаю. Если я захожу в ванную, то час-полтора, как минимум, в день я уделяю там всему-всему. Поэтому вот эти вот такие таблеточки мне очень сильно понравились. Жаль, что у нас в Белоруссии нигде не видела. Я не знаю, где можно их купить, потому что, я так думаю, это из Германии. Прекрасная вещь. Доставляет колоссальное удовольствие и очень сильно расслабляет, потому что я падкая на ароматы. Мне прислала Леночка. Привет. Вот такую вот маску. Это маска с маслом чайного дерева. Она такая тканевая, эта маска. И что я хочу сказать. Вот когда вы наносите на лицо, есть легкий эффект пощипывания. Такое, знаете, прохладное пощипывание. Я сначала очень сильно испугалась, подумала, что это такое. Но потом, когда я написала Лене, она мне сказала, что это маска с маслом чайного дерева, то я поняла, что там есть кислоты, которые прекрасно, когда вы снимаете, прекрасно увлажняют, напитывают кожу. Я не знаю, что там еще содержится, потому что я не прочитала все это, но она не тестится на животных. Она прекрасная, эта маска. Вот если будете видеть от фирмы Монтагне Дженниеса, в общем, вот эту, если будете видеть маску, берите, потому что она великолепная. Мне очень понравился эффект, когда я ее сняла. Не во время, а когда сняла. Спасибо, Леночка, тебе огромное за удовольствие, которое мне доставила эта маска. Ну, представляете, у меня закончился вот такой крем для тела. И именно в зимний период почему-то мне захотелось именно фруктового аромата от фирмы Фруттини. И это очень ароматный крем с маракуйя. Боже мой, какой аромат! Какой невероятно потрясающий аромат! Фирма Фруттини производится в Германии. Здесь находится 200 мл. Великолепный аромат, великолепные увлажнения. И, вы знаете, колоссальное удовольствие мне доставляет еще вот такие красивые, яркие, интересные упаковки, которые дарят наслаждение не просто нам, но и эстетическое, на мой взгляд. Крем для лица от фирмы Ипроше. Hydra Vegetal. 24 часа увлажнения. Тут вот стеклянная баночка. Какой потрясающий аромат! Ипроше это просто моя ароматотерапия. Честное слово вам скажу, настолько приятное. Крем я покупала на лето, но вообще я не очень как-то доверяла кремам от Ипроше до тех пор, пока они мне не насывали огромное количество пробников. И когда я, сидя дома, увидела вот это вот огромное количество пробников, решила, ну попробую, ну что, что такого. Пробник открыл, попробовал, и вы знаете, я поняла, что очень сильно ошибалась. Хорошие крема у фирмы Ипроше. Да, неплохие эти крема. Пробовала я его летом, наносила его летом, прекрасно увлажняет, великолепно увлажняет. Потом я здесь сделала какой-то перерыв, и во время зимы мне захотелось точно такого же летнего увлажнения. Я не знаю, почему, не именно питание, а именно увлажнение захотелось своего лица. И я купила вот этот вот, вернее, я наносила этот крем всю зиму. И вот уже у меня донышко, все закончилось, но я хочу сказать, что очень хорошо подойдет для молодой кожи. И на летний период великолепный, прекрасный крем от Ипроше. Да. Пойдем по кремам. Крем под глаза от фирмы L'Oreal. Возраст эксперт, 45+. Здесь такая хорошая стеклянная, непрозрачная баночка. Этот крем прекрасный, этот крем великолепный, замечательный. У меня тут вот надпись стерлась от фирмы L'Oreal, то что, но поверьте мне, очень хороший дает эффект, когда вы сняли макияж, вы умылись, и вам надо нанести, напитать нашу кожу в области под глазами, и этот крем великолепно справлялся. Мне он очень сильно так же понравился, как и многие другие крема от фирмы L'Oreal. Да, вот эта вот Масюнечка очень-очень дража. Крем для рук от фирмы Ипроше. И этот крем увлажняющий, я хочу сказать, с чем он, экстракт арники, масло копры, рапса и растительный глицерин, карноубский воск. Интересный аромат. Что-то в нем такое мне напоминало календулу. Увлажняет хорошо, но после того, как вы опустили свои руки в водичку, вам надо снова его наносить. Поэтому он не питательный. Он просто защищает ваши руки. И если вы помыли где-то, что-то поделали в воде, вам снова захочется его нанести. Этот крем я не покупала, мне его дали в подарок. Я им с удовольствием пользовалась зимой. Но если бы мне довелось его покупать, то я бы это не сделала. Мицеллярная вода от фирмы Ив Роше увлажняющая мицеллярная вода Гидровиджиталь. Два в одну. Что я хочу о ней сказать? Вода сама по себе очень хорошая. Она мягко снимает макияж с глаз. Но я все-таки больше у себя не буду держать мицеллярные воды. Потому что моя врач-косметолог мне сказала, Марина никаких мицеллярных вод. У меня кожа нормальная, но она очень склонна к сухости. А сухая кожа намного быстрее намного быстрее стареет. У нее есть большее проявление морщин. А мицеллярная вода просто провоцирует эти морщины еще больше. И только молочко. Только молочко должно быть у меня. поэтому если у вас нет таких проблем, как у меня и у вас молодая кожа, можете попробовать. Средство хорошо справляется со снятием макияжа именно с глаз. Поэтому мне дискомфорта никакого не доставило. Но для себя этой мицеллярной воды просто у меня больше быть не может по объективным причинам. Но хорошее средство. Так, фирма Ифраше и это у меня нутри вежиталь очищающий гель для лица бархат. Бархатное питание. Ах, какое это средство. Я купила себе полноразмерный вот этот тюбик, потому что ну очень прекрасный. Для моей кожи это наслаждение, потому что когда я снимаю макияж, когда я умываю лицо, он прекрасно прекрасно справляется. Вот этот вот гель и он знаете что? Он содержит питательный концентрат ясена, экстракт гомомелиса и я очень сильно в него влюбилась. В зимнее время мне подарили вот этот вот маленький тюбик, чтобы я его попробовала и попробовав его, я решила купить себе полноразмерную бутыльку. Вот, так что берите пробники, если вам дают, потому что это хорошее, хорошее средство, понять, подходит вам средство, не подходит. Но именно вот мне очень нравится нутри вежиталь для сухой кожи, там их несколько есть, серии, смотрите, какая подходит именно для вас, но мне вот это средство очень-очень понравилось, великолепно. Дальше, дальше, дальше мы оставили, ну вот оставила баночку салициловой кислоты, потому что хочу сказать, что пока что никакие не придумали средства для того, чтобы немножечко если есть какие-то высыпания присушить, да, или там справиться с какими-либо там царапинами или еще что-нибудь, салициловая кислота пока что у меня в фаворитах на первом месте, я ее держу в ванной комнате, потому что иногда бывает мне очень необходимо что-либо прижечь, с этим справляется вот именно обычная салицилка, которая стоит копейки и есть в любой аптеке. Так, ароматы. Аромат у меня закончился от фирмы Динтас и это аромат рис. Очень приятный, очень хороший, мне ребеночек мой привозила в подарок из Риги. Вы знаете, ностальгия, вы знаете, такое вот обычное, она линейная такая, ни в чем непрекметная, но насколько меня погрузило в детство, когда у моей мамы стояли духи ароматов Динтас и очень сильно я их обожаю, люблю. Вот, он небольшой такой флакончик, как вы видите, здесь духи 12 мл, но мне очень было комфортно их наносить и я окунулась в такое прекрасное прохладное лето, когда, например, у нас было дома отопление включено, мне иногда хотелось именно такого аромата зимой. Вот, так что прекрасный аромат прохладной утренней росы и знаете, такого вот свежего-свежего настроения и здесь есть ноты розы и всего того, чего мне очень хотелось именно в холодную сухую зиму. пройдемся по моей любимой биолитовской косметике. Ну, конечно же, смотрите, сыворотка Суперлифтинг для лица 45+, с галуроновой кислотой. Не поверите, у меня есть не хочу там задвинуть, у меня есть такая вторая сывороточка. Не могу сказать, не могу обещать, что я ее повторю, но почему-то я повторила и неоднократно эту сыворотку. Мне она очень комфортна на лице, очень нравится. Не знаю даже, что вам сказать, на то категоричное нет, что я сказала по белорусскому уходу, но вот эта сыворотка, да, она очень неплохая. Именно серия Голорон. Вот, присмотритесь. Так, биолитовская косметика. У меня закончился такой тоник для лица мезокомплекс с глороновой кислотой, с аминокислотами. Что я хочу вам сказать. Этот вот неплохой такой тоник, но повторять второй раз я его не буду, потому что есть намного лучше и есть другой фирмы, потому что здесь все-таки содержатся мною ненавистные вот эти вот компоненты, вот эти, которые портят напрочь все продукты от фирмы биолита, этих консервантов таких напичкали ужасных. Но вполне вот, вполне была она неплохая, но если бы не эти консерванты, но вот если бы не эти консерванты, если бы все то, что здесь написано с таурином, с глицином, аргинином, с кулуроновой кислотой, но она была бы настолько хорошая, насколько она больше у меня не повторится. что еще у меня было, вот такое молочко для демакияжа, тройной эффект, здесь содержится протеинная шелка, молока, экстракт женшиня, овца и цветки апельсина. Молочко очень хорошее от фирмы биолита, женшинь и шелк, мне нравится, тут такой вот дозатор, открываете, наливаете, в общем, все прекрасно, все хорошо, безупречно гладкая, чистая кожа, смывает хорошо очень макияж, я осталась им довольна. Ну, активная формула здесь, как я говорила вам, протеина шелка, молока, экстракт женшиня, овса, цветков апельсина, алантаин, масло сои и кокосовое масло. Очень хорошее молочко и вообще молочко от фирмы биолита, мне нравится, я скорее всего буду именно их молочко покупать, потому что я довольна на все 100%, что они делают, потому что все молочко от фирмы биолита я смываю, потому что наношу, потом в конечном результате татоник, крема и тому подобное. Так что, да, рекомендую, советую, нравится. Закончилась у меня вот такая интенсивная сыворотка от фирмы биолита, это сыворотка идеал вайтлинг, идеальное отбеливание. Вообще, серия отбеливания от фирмы биолита мне очень сильно нравится, я обожаю ее носить именно в холодное время года. У меня есть еще этой серии крем для лица, также я очень сильно его люблю. Я любитель загара и летом я защищаю свое лицо, но мне не помогает, у меня есть веснушки. А когда мне хочется выровнять лицо, когда чтобы оно было более такое гладкое, более ровное, то, конечно, я прибегаю уже к радикальным средствам и в данном случае вот именно это средство мне помогает в комплексе с кремом творить чудеса. Кожа действительно выравнивается, пигментные пятна исчезают и вот если они уже совсем уже активны, то, конечно, они немножечко станут не такими ярко выраженными, полностью исчезнуть они не могут. И вот сейчас весна и у меня опять пруд веснушки, так что будет скоро меня видеть всю конопатую. Да. Вот так что вот это вот средство я вам рекомендую от всей души мне нравится. тоник для лица с муцином улитки. Эта серия просто стала греметь и на просторах ютюба и везде, что только не говорили о ней. Я тоже самое делала виден, и она абсолютно разочаровала эта серия. Но вот именно тоник я не могу так критиковать, потому что вот этот муцином улитки здесь находится на втором месте, на первом вода. Также есть экстракт белого чая и пантенола, есть грекориевая кислота, алантаин, коллаген, эластин, витамины, микроэлементы и аминокислоты. Для ежедневного очищения кожи, это увлажнение, вернее кожи, простите, это прекрасный тоник. Вот мне он понравился, очень хорошее средство. Ничего не могу про него плохого сказать, так что девочки, из серии с муцином улитки тоник я могу рекомендовать, можете брать хорошее прекрасное средство. Кстати, да, здесь консерванты эти присутствуют. И еще моя любимица, обожаю, уже не первый раз покупаю и скорее всего буду продолжать покупать. Это вот эта серия Ливен гель, живая клетка, а в данном случае у меня молочко для снятия макияжа. И оно содержит масло ши, миндаля и экстракт лепестков розы. Прекрасно увлажняет, питает, смягчает, снимает макияж. Очень хорошее средство. Тут вот такой дозатор, где вы можете открыть-закрыть его, чтобы там вообще ничего не попадало, когда вы отсутствуете, не хотите им пользоваться. Такая банка с таким прекрасным дозатором. Молочко, конечно, вы не сможете до конца израсходовать, потому что, скорее всего, дозатор там не до конца. Я открывала вот эту вот баночку и, прикладывая диск, выливала молочко на диск и протирала им лицо, для того, чтобы полностью добить эту баночку до конца. Но это моя любимица от Белита, очень сильно я люблю это молочко, уже покупаю на первый раз, хвалю, люблю и всем вам рекомендую от всей моей широкой души. Ну что, мои дорогие, а, нет, ой, забыла еще, лежит эта масенечка. Ну, добила я бальзам эликсир для контура глаз и губ от Белиты Люкс Кэр и ничего, абсолютно ничего не делает, ну, абсолютно, ну, настолько провальная серия, что я косметика премиум класса, косметика просто ля-ля-ля, лю-лю-лю, тру-ру-ру, но ну, ничего абсолютно не делает. Прекрасный тюбик, хороший, красивый, аромат, так себе аромат, что-то он полежал, еще хуже стал, но такое, нет, вот, не могу рекомендовать никому, потому что как мне не нравится, я уже, кстати, крем для лица стала использовать для рук, потому что уже еще пару раз пыталась дать шанс, ну, а вдруг, а вдруг, а вдруг, нет, 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 еще раз, нет, идут высыпания у меня подкожные, и на моей сухой коже прищи, можете представить, что там делает этот крем, ну, все, посмотрите, корзина моя пустая, а это значит, что все продукты я вам показала, рассказала, вы знаете теперь мое мнение о них, и я думаю, что вам было самое нескучное, интересно, увидимся с вами совсем скоро, до следующей встречи, муа, пока! . . . . Продолжение следует...